Восвятая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працуем Арина Джала, глядите у гэтым выпуском. Спякотная на дворье у Гомельской области загинула около 58 тысяч гектаров посевов сельгаз-культур. Новый выгляд Брагина у райцентры протягиваются масштабные работы по добропорадкованию. В пошуках працы сегодня у Гомеля прошел кермаш вакансий, а зараза в гэтым и иншим больше подробязна. За спякотная на дворье у Гомельской области загинула около 58 тысяч гектаров посевов сельгаз-культур. У тымлику продукта номер один – сбожа. Среди наибольших потерпелых районов – Петриковске, Светлогорске, Жлобинске, Речицке. С ситуацией на полях региона ознайомились наши корреспонденты. Сельгаз-предприемство «Хутор Агро» за спякотная на дворье стратила больше за 350 гектаров. Большая частка третикали. По прогнозе Аграры, у замест чекаемых 35 центнеров с гектара собрать отримается не больше за 5. Как выник, заховывать посевы на таких площадках нем это сгодно. Усё придется пересеять. Жалко, конечно, за. Приходятся эти затраты, затраты на колхоз. Но выбора другого нету. Надо переделывать, пересевать, получать какой-то новый урожай. Засуха принесла серьезные финансовые страты для господарки. Подтримку оказала комиссия по надзвычайных ситуациях при Совете Министров. А лишь спочатку необходимо было высветлить. На самой справе виновата на дворье, альбо это следство отступления от технологии. Сдавалось бы, наш регион заусюду был зоной рызыковного землеробства. И рызыки можно было бы застраховать. Але истнуют свои нюансы. В прошлом году мы страховали посевы азимого третикали и азимого арабса. Но в этом году белгострах, сейчас только страхуются посевы азимого арабса. Азимый третикали уже не подлежит страхованию. Поэтому буквально с этого года эта культура уже не страхуется. На предприемстве все-таки знаходят выход. Не доспелы у Раджа и пойди на корм живёля. Таким способом выратывать хоть нечто спробует не только в Светлогорском районе. У некоторых дождю не было около двух месяцев. Температура поветра у некоторых дней перевышала норму на 7 градусов. Это стало абсолютным рекордом за всю историю меты и назираннил. В этом году критическая ситуация в настоящее время сложилась в Гомельской области именно с погодными условиями. Те районы, которые у нас имеют большие степени песчаной почвы, наиболее пострадали. Это у нас Жлобинский, Светлогорский район, Речица, Петриков. В этих районах наиболее сложная ситуация. У нас в двух районах зафиксировано опасное метеорологическое явление. Именно почвенная засуха. Это Жидкович и Жлобин. Там уже гидромет поставил категорично вывод. По опошних дадзинах, коля 58 тысяч гектаров посева у сельхозкультур в регионе загинуло. И каждый день эти алицбы могут изменяться. Потому что прогнозы не сутешальные. Истотных изменов на дворье не прогнозуется. Ганна Ковалева, Сергей Негеревич, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Телиновин». Гомельшина сам или асисты регион Беларуси. У спякотные летние месяцы лясы становятся местом от подшинку. По их тропах ходят грыбники да ягодники. Одны бавят час культурный. Не тое, что сами не сметять, а леи за иншими прибяруть. Нехто наносить в природе на умысную шкоду. То запалку непогашеную кинет, то вогнище не потушить. А ля зараз наведывание лясов заборонено абсолютно для усих. У Чарговой природооховной рейды разом со специалистами отправилась наша здымочная бригада. У лес зараз нельга никому. У регионе объявлены 6-й, 5-й класс пожарной небеспеки. Сбераши лясы имкнутся усе службы, які мают дошинение до аховы природы. Гэта не тольки работники лясной господарки, а леи выратовальники, экологи, специалисты инспекции аховы живёльных и рослинных освету, навод управлений внутренних справ. Попередживают, ходят по домах, наведывают месты массового от подшинку людей на пляжах, закликают спрос СМИ и працуют с процтауниками усих уздровнял улады. Структурными подразделениями государственной инспекции охраны животного растения мира по Гомельской области как самостоятельно, так и совместно с органами внутренних дел на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по профилактике противопожарной ситуации в области. Проводятся беседы с населением, раздаются листовки. В основном эти мероприятия проходят в выходные дни, в праздничные дни, когда скопление людей в местах отдыха, в лесу, на речке максимальное. Данные мероприятия будут продолжены до установления благоприятных погодных условий. С початку года у леса Гомельской области отбылось амальство пожаров. Это у семь разов больше, чем за такие же летошние периоды. Для их выявления и оперативного тушения действуют пожарно-назиральные вышки, обсталяванные камерами видеоназирания. Ими охоплено около 95% лесных площадей. Разом с тем, захованность прыгожих и величных лесов Гомельской области залежит минавито от кожных из нас. На кого не действует моральный аспект, той будет платить за порушение штрафа. Наведывание лесу у забороненной период может обыстись по караням у 25 базовых величин. А это больше за 600 рублей. Зразумело, в бюджете кожной семьи такая сумма лишней не будет. Основной акцент делается на изменение мировоззрения граждан к безопасности. К сожалению, сегодня граждане не понимают, что лес – это национальное достояние. И посещая его, они нарушают те требования, которые установлены. И тем самым это приводит к пожарам. Видите, что погодные условия сегодня сложились очень сложные. На территории Гомельской области ранее уже возникали пожары, сложные пожары, которые перерастали в верховые и угрожали населенным пунктам, которые размещаются в лесных массивах. Поэтому МЧС сегодня видит необходимость именно собрать всех субъектов профилактики правонарушения, которые должны работать в лесах. И именно направить их на освещение в средствах массовой информации той работы, которая проводится с гражданами. И та ответственность, которая сегодня за нарушение установленных правил в лесах, поведения в лесах, установлена для граждан. Подробязный сюжет на эту тему глядите в неделю 17-го червеня в программе «Новины ты дня» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джала, Настасья Кучинская, Сергей Лукашок. Телерадоя компания «Гомель». Районы Центр Брагин набывая новый выгляд. Зараз тут протягиваются масштабные работы по одобреупорадкованию и капитальной реконструкции основных объектов социальной сферы. Сегодня городский поселок наведал Олег Сентюроу. Брагинская средняя школа в эти дни практически вся в будовольных лесах. За час школьных каникул необходимо привести в парадок фасад и капитально отраматовать спортивную залу. После завершения работ на будовольных работ на территории школы запланованы еще и работы по одобреупорадкованию. А просяток у школы вы решили заменить практически все в окна. У первой полови двухтысячных, когда издавалась новая пробудова, в окна у них зарабили явно с порушением усих и сночных технологий. Во всяком случае, подчас дождю вода без проблем тропляла у классы. Теперь эта проблема повинна быть вырешена. Контроль за якостью работы постоянно. Делают два детских сада, гимназию и школу. Качество выполняемых работ на достаточно хорошем уровне контролируется ежедневно. И руководителями учреждений, и мной, и начальником хозяйственной группы централизованного обслуживания. Брагин не кажут, что сегодня тут расстроена вся окраина. Как это и переборчивание, то не вельми значное. Во всяком случае, на объектах можно встретить специалистов из Минска, Гомеля, Мазара, Речицы. Термины, отведенные для проведения капитальных ремонтов, довольно степлые. Районный дом культуры, например, необходимо сдать эксплуатацию. Уже в середине наступного месяца у местовых работников культуры великие планы. ДК повинен стать центром культурного жития Брагинщины. Еще один объект в этой сфере – детячая школа мастерства. Тут работы так само ведутся с ранницы и до вечера. Брагинская детячая школа мастерства, существовала в 40-ти годах, но только селита отримала властный будинок. Кутка на им, сделать дах, потом начнутся внутренние работы. 1 вересня сюда придут клея стану ученцев. Неколь, до речи, тут была аптека. Потом будинок некоторых годов в уголе никак не выкористовывался. Два дня тому Брагин наведала делегация итальянского города Бейнаска. Подчас визиту баки подписали договор о дружбе и сопротивленности. На проконце минулого тыня на центральной площади городского поселка прошел районный бань выпускников. Это только некоторые факты, которые еще раз подтверждают. Брагин, глядясь в будущем с оптимизмом, за свою 870-х годовую историю, в этом населенный пункт, выходил в склад разных держав, от Киевского князства до Советского Союза. За этот час у его истории были разные сторонки. А если родить самых значимых трагедий – авария на Чернобыльской атомной станции, после которой Брагин плановался полностью отселить, а побудовались в месте, тем больше оптимистично воспринимаются сегодняшние планы по доброупорядкованию. До речи, на ближайшую субботу тут заплановано горячее телефонное денье со старшинной райвью Канкама, подчас какой местовые жакары смогут выказать свои зауваги и пропонувать. В начале 90-х годов, когда все думали, что люди будут уезжать, все, в Брагине практически ничего не делалось. Ни стройки, ни уборки разные. Все люди сидели на чемоданах. На сегодняшний день я вам хочу сказать, что да, красивый стал центр. Очень хорошо, что у нас проходят по четвергах каждый раз субботники. Все организации выходят, все, чистота, порядок. Так что благодарю власти за это, за то, что стали уделять большое внимание возрождению нашего Брагина. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, тядя радует компания «Гомель» с Брагина. Сегодня открытое акционерное товарыство «Гомель» сельмаш провело агульно-городский кермаш вакансий. Традиционный день предприемства прошел на базе управления по праце, занятости и социальной обороне «Гомельского гарвы конкама». Беспрационные и незанятые экономицы грамадзяне смогли доведаться о пропонованных предприемствах открытых в прационных местах. Простойники открытого акционерного товарыства означали, что сегодня предприемство мае в острую потребу в квалификованных в прационных кадрах, в станочниках широкого профиля. Это операторы станков, наладчики, токары, фразеровчики и слесары. За разногом сельмаши открыто 20 вакантных прационных мест. Открытое акционерное товарыство готово для новых суискальников забеспечить полную занятость. Квалификованные рабочие могут различиваться на зарплату у 900 рублей и выше. В вересне на предприемство придут около 200 молодых специалистов, но уже сейчас необходимые опытные кадры, которых не требует учить в станочной праце. На кирмаши вакансий, ожидающие працеулатковаться на предприемство, доведались об графиках працы, социальных гарантах и в опробовальных терминах. Теперь суискальники смогут уже без собеседования звертаться на предприемство у кадровый отдел. В рамках потребностей нашей страны в исполнении поручения главы государства мы выполняем задание республиканской по обеспечению нашего сельскохозяйственного комплекса конкурентоспособной техникой. И вот столкнулись, можно сказать, с дефицитом, с острой нехваткой квалифицированных рабочих кадров. И с этой целью мы обратились за помощью управления по труду, занятости, социальной защите Гомельского грузполкома. Ну и могу сказать по своему опыту, что подобного рода мероприятия, но имеют такой, скажем, положительный результат. По одной причине, что именно в одном месте, в одно время встречаются и наниматели, и соискатели. Сбор доброохводных аквирований на десятки доброчинных программ, организация акций по поддержке тяжкохворых детей, гуманитарная допомога семьям. Это только частка на прамках у деяности Гомельского областного отделения Республиканских и громадских объединений «Белорусский детячий фонд». Сегодня организация означала 30 годов со дня своего заснования. Врачистый сход с на годы юбилея организовали у Гомельским областным палацы творчества «Дятей и молодцы» 30 годов добра и милосерности. По таким девизам открылась святочная сустреча Гомельского областного отделения «Белорусского детячего фонда». Повиншовать организацию с юбилеем приехали семьи, яким допомагал Доброчинный фонд, педагоги, организации, установы и предприемства-спонсоры, необыяковые да проблем детей. Что год областного отделения «Белорусского детячего фонда» акциями и доброчинными программами, допомагая больше 12 тысячам юнаков и девчат. Это подтримка детей-сирот, детей-инвалидов, допомога утворшим развития юных талентов с малозабеспеченных семьями. В 30 годах областная доброчинная организация допомагала сотням маленьких же хоров региона оздоровиться за мяжой и на территории Белоруссии. Как всегда соберем школьный портфель. Вот-вот предстоит большая деятельность. Дальше экология и дарование 21 века. Это у нас постоянная акция. И в октябре-ноябре она состоится. Ну, естественно, новогодняя, наши дети. Кроме того, мы проводим новую такую акцию «Точка роста». Помогаем детям, которые талантливые, но из сиротских семей или находящихся в социально опасном положении по поступлению их в вузы или, может быть, в лицей. В Гомеле очень много проходит проектов. И самое важное и самое главное, что за эти 30 лет Белорусский детский фонд стал авторитетной организацией. А я хочу сказать, что у Белорусского детского фонда 6 областных отделений и 80 районных отделений, зарегистрированных и не зарегистрированных, где практически работают волонтеры. Поэтому у нас большая команда. Сегодня означается Сусветный День Донора Криви. Это свято присвячено людям, которые сдают ее доброахватно и безвыплатно для вырытывания человеческих жителей. Одным из критерий эффективности системы охоты здоровья является забеспечение достаткового запаса безопасной криви и продуктов с ЕЕ. Он может быть створен только за кошты регулярного, доброахватного и безвыплатного донорства. Патрэба у криви и ЕЕ компонентах маецца завсёды, и гэта нельга ничым равноценно замянить. Переливание криви необходима при проведении складанных медицинских умешаннёв, новонароджанным с тяжкими патологиями, тяжарным женщинам с великими кровостратами и при разных иншых складанных обставинах. Что годы гэта дозволяя ратовать миллионы человеческих життёв. Лепшага шмадетнага Тату выберут завтра у Гомеле. У Городскім Центры Культуры пройдзі финал конкурсу Таты Малайцы. Примеркаванага до Межнароднага Дня Таты. Зазвання лепшага пазмагаюцца пераможца отборочнага тура. Журы будзе уличвать творшый характер и оригинальность выступления кожнага удельника. А таксама мастацка оформлення Нумароу. Конкурс організованы па инициативе Городскога Центра социальных обслугованья сямьи и дятей. И он проходит раз в два годы. ГТ и иншие новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развітоваюся. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. На трассе М-5 Минцгомель большегрузная машина протаранила грузовик. От удара автомобиль перевернулся и врезался в столб. Как выяснилось, 54-летний водитель фуры отвлёкся, в результате чего столкнулся с автомобилем ГАЗ-3309, который двигался в попутном направлении. Грузовик от удара перевернулся и врезался в опору линии электропередач. В результате транспортного происшествия 52-летний водитель автомобиля ГАЗ получил телесное повреждение, по факту которых был доставлен учреждение здравоохранения. На место аварии выезжали также и сотрудники МЧС. Спасателей вызвали по причине того, что из грузовика вытекало дизельное топливо. Чтобы предупредить возможное возгорание автомобиля, была создана пенная подушка. Сотрудники ГАИ Октябрьского РОВД при проведении рейдовых мероприятий на территории Калинковичского района задержали автомобиль с незаконно перевозимым грузом. В салоне остановленного «Фольксвагена» нашли 15 литров спиртосодержащей жидкости и 20 бутылок горькой производства Российской Федерации. Соответствующих документов у водителя не нашлось. По данному факту проводится проверка. А в Будокошелевском районе выявлен факт хищения 80 килограммов комбикорма с территории молочно-товарной фермы Ивольск, которая относится к предприятию «Кривск». В ходе разбирательства было установлено, что кражу совершил работник данного предприятия. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Мелкое хищение». Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Спортсменки Гоцор единоборств Яна Бурим и Виктория Кебикова завоевали бронзовые медали чемпионата Европы по боксу среди женщин, который завершился в Болгарской Софии. Таким образом, гомельчанки повторили достижения двухлетней давности на Евро-2016. Тогда они также стали обладателями двух бронзовых медалей. Отметим, что на этот раз в соревнованиях принимали участие 146 спортсменок из 33 стран. К слову, по итогам чемпионата Яна Бурим выполнила норматив для присвоения звания мастер спорта международного класса. Завершился 11-й тур чемпионата страны по футболу в высшей лиге. Футбольный клуб «Гомель» свой поединок провел на выезде против лидера первенства Борисовского Бате. Как и ожидалось, зелено-белые не смогли зацепиться даже за ничью. Итог. Первое крупное поражение в нынешнем чемпионате со счетом 0-3. К сожалению, у футболистов «Гомеля» не получилось прервать неудачную серию на Борисов арене. Хозяева с первых минут активно пошли в атаку и завладели территориальным преимуществом. Счет был открыт на 28-й минуте. Отличился Александр Филиппович. Буквально через пару минут Игорь Стасевич, некогда игравший за «Гомель», удвоил преимущество «Борисовчан». Точку в матче поставил Мирка Иванич на 69-й минуте. Как результат, очередная уверенная победа Бате 3-0. Следующий поединок зелено-белые проведут в понедельник, 18 июня, на домашнем стадионе против команды «Смолевичи». Начало игры в 18.45. Главком ВРЗ Анатолий Яновский по итогам завершившегося чемпионата страны по мини-футболу занял второе место в номинации «Лучший тренер года». Опрос проводился с участием 58-ми респондентов, арбитров, инспекторов, членов исполкома и главных тренеров команд. Лучшин признан наставник Литильмаша Виктор Торчила, который привел свою команду к золотым медалям чемпионата и в финальной серии одолел ВРЗ. Завтра в «Гомеле» стартует 23-й открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР Сергея Смали. Соревнования будут проходить на протяжении двух дней во дворце легкой атлетики. За награды поспорят как спортсмены из Беларуси, так и ближнего зарубежья. Возраст участников от 16 до 20 лет. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok